Итак, в первую среду месяца решили мы с мамой сходить в русский музей. Почему в первую среду месяца? Потому что для пенсионеров вход бесплатный. Ну, а мне пришлось покупать входной билет за полную стоимость 500 рублей. Ну, вот она такая площадь искусств и Пушкин. Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа. Вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа. Красивый русский музей на фоне голубого неба, падающих листьев и белых облаков. Русский царственный музей. Добро пожаловать в русский музей. Ну вот, взяли два билета. Идем. Михайловский дворец. Экспозиция. Так, нам сюда. Куда-то. Все кругами будет. Посмотрели на себя. Можно идти домой. Какая лестница. Что-то мне это напоминает Ланкастерский замок. Точнее, дворец. Тоже такая лестница была. Какой? Ланкастерский. Императора Александра III. Фиаго. Что? Дымковский. Дымковский крошка. Вот на моей родине делают. В Кировской области. Дымково. Под Кировом. Русские матрешки. Прялка. Прялка, да? Да. Подкова на счастье. Ой, шкатулки. Это слоновая кость. Кость. Мамонта. Мамонта. Мамонтс Бон. Сертификат даже есть. Ой, бедный мамонт. Но украшения, конечно, красивые. А цены интересные. Я еще цены не посмотрела. А цены все закрыты. Колечко. Почему? А потому что кость мамонта. Огромные там, наверное, цены. Да. Что? Сюда или сюда? А! Мне показалось, что ты говоришь сюда. Да. Пока поднимусь. Уже. Уже. Морские. Это кто у нас? Щедрин. Ну,аны. А ну, спасибо. С топором. Мне двери нравятся такие. О, это брюлов уже. Вон он, мой любимый последний день Пампеи. Сейчас будем рассматривать. А этот портрет я тоже знаю. Графиня Самойловой. Ну что, нравится тебе брюлов? Ну, видимо. Я только знаю вот графиню Самойлову и последний день Пампеи. Пошли его рассматривать. Нет, еще его запуски. Ой, это наш тоже любимый. Но сначала брюлов. Да, вспомнила я как-то, когда мы в Питер приехали, собиралась сходить в русский музей. В 2004, получается, году. Уже скоро 20 лет будем отмечать. Чтобы посмотреть вот эту вот картину брюлова «Последний день Пампеи». Я по нему писала реферат в музыкальном училище на МХК. Итак, в реферате я описывала картину, на которой изображены события в Помпеях во время катастрофического извержения вулкана Везувий. Местом действия была выбрана улица Гробниц, на раскопках которой брюлов побывал в 1827 году. Небосвод покрыт темными грозовыми тучами. На горизонте сияет кроваво-красное зарево. Небесную тьму прорезают длинные и острые молнии. От подземных толчков рушатся здания. Люди пытаются спастись от разбушевавшейся стихии. Вокруг слышны их крики, стоны и мольбы. Трагедия обнажает их чувства, показывает суть человеческих душ. Многие действующие лица являются олицетворением великодушия. Перед лицом опасности они проявляют возвышенные чувства самоотверженности, мужества и любви. Так вот, когда мы собрались в Русский музей, я первым делом хотела посмотреть Брюлова, последний день Помпеи, а его, оказалось, увезли в Москву. Ну, мы и не пошли тогда. Помнишь, такое было? Итальянский полдень Карла Брюлова и его автопортрет. Ну вот, Айвазовский, наши любимые морские сюжеты. Конечно же, 9-й вал. Который надо преодолеть. Огромные волны. А та картина как называется? Мне очень нравится Волна. Волна называется? Да, и в Азововский. Ага. Ага. Брик Меркурий. А это как называется картина? Лунная ночь. А мне вот лунная ночь нравится. Я все с луной люблю. Можно в окошечко посмотреть. Какой вид шикарный. Продолжение следует... Али, устроена моя слабость. Какая оковка, молодежь. Что тут? Представляешь, вот по этой колоннаде кто-то гулял во время балов. Мне залы нравятся и люстры. Венера. Какая красотка. Грэвик. Портрет Грэв. Карл Людвиг Стинек. У меня в детстве был набор открыток. И вот эта вот дама там в нем была. Я всегда заглядывалась на нее. Как-то не видно. Ох, вот так. Она мне казалась такой красивой. Портрет неизвестный в желтом платье. Портрет неизвестный в желтом платье. Портрет неизвестный. Портрет неизвестный в желтом платье. Портрет неизвестный в желтом платье. Петр первый. Астрелли. Портрет неизвестный в желтом платье. Как это красиво. Мне залы нравятся. Портрет неизвестный в желтом платье. А это мы уже выходим на лестницу. Ага. Амурчик. Какой лозонный. Так, это у нас сватовство майора Федотов. Знаешь такую картину? Да. Репина сказали на первом этаже искать бурлаков на Волге. Это основная картина, из-за которой мы пришли в русский музей. Потому что с ней у нас связана история пятилетней Насти. О, Куинджи, моя любимая картина. Лунная ночь на Днепре. А тебе радуга нравится? Как называется? Радуга так и называется. Куинджи. Да, красиво. Это такие темные, темное небо, светлые поля и эта самая радуга. А это лунная ночь на Днепре, представляешь? Угу. Угу. Я помню, в детстве я ее пробовала, как это, репродукцию сделать. У меня, кстати, где-то еще, если у тебя остались, были мои картины. Лунная ночь. Что тут? Вечер на Украине. Вечер на Украине. Вечер на Украине. Куинджи? Возможно. Ну, можно. Смотри, какие деревья, солнечные пятна в ине. Да, Куинджи мне нравится. Как называется море Крым? Чей Крым? Чш. Наш. Решила просматривать вблизи. Красивая картина, конечно. Больярыш. Это ты? Я? Разве что в молодости. Девушка в шубке. Это Васнецов. Северный край. Мам, это не вятка случайно. Северный край написано. Васнецов. Похоже на твою родину. Сибирь. Да, Сибирь. Да, Сибирь. Напоминает. Да. А вот все в тумане. Ты такое любишь. А, ну то есть это Урал, наверное, он снимал. 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 Писал. Суриков. Переход Суворова через Альпо. Вот так вот они по горам передвигались. Совет Филип, что ли? Не знаю. Сейчас прочитаем. Не очень образованные. Торжественное заседание Государственного Совета 7 мая 1901 года в день 100-летнего юбилея со дня его учреждения. Портрет Николая Второго. Тоже Репин. Какой простор. Запорожца Репина. Пишут письмо. Беларусь. Мастерик. Мне нравится подпись у Репина. Проводы новобранца. Вот они, бурлаки на Волге. Вот в детстве, когда мне было 5 лет, я сюда пришла в этот зал. Мне мама сказала, что это бурлаки на Волге. Я встала ко всем, повернулась, защищая эту картину руками и сказала, это наши бурлаки, это наша Волга. Да, нам чуть не плачет. Типа нет. Не подходите. Типа нет. Типа нет. Типа нет. Типа нет. Типа нет. Типа нет. Не подходи к этому. Это зеленая травка будет. Такой взял. любит ромашки, а я Васильки. И колосья, да? Это прямо как у меня на роде. А это я. А тут чертополох с бабочками. Это чертополох. Ну, чертополох я и говорю. Красиво. На войну. Прощание. В теплых краях Ярошенко. Первый шаг Каменский. Красиво. Главный паровозик такой. Топ-топ-топ. Воснецов, акробаты на праздники в окрестностях Парижа. Буй скифов со славянами. Шишкин. Корабельная роща. Стреть. Зима. Прям как фотография. Не знаю, я глушу. Петр Первый допрашивает царевича Алексея в Петергофе. А в Турге. Саврасов. Закат над болотом. А я думала, это море. Ребята, ребят. Играчи прилетели, играчи прилетели. Саврасовские играчи. Играчи прилетели. Я думала, что он 300 раз. Да? Нет. Нет. Угличную тяга. pies. Как эта большая картина называется? Брина на празднике Посейдона в Элистине. А кто автор? Этот он получается Фридов. Мясоедов. Перед Винксой. Журавлев. Нищие дети. Петров. Охотники на привале. Пляшущая баба. Просто бабы. Две девки. Интересный такой взгляд. Левитама. Золотая осень. Твое. Твой родной край. Коровин. Мне вот эта картина понравилась. Техника такая интересная. Мне нравится, когда мазками вырисовывается картина. Прям импрессионизм. Маме сирень нравится. Техника. Маме сирень нравится. Очень тоже красивый. Мне тоже нравится. Рерих Николай Константинович. Твердыня. Маме сирень нравится. Эхρα. Тебе блох нравится? Режём тcessor. А короб subsequent руination. И тебе понравилось тящим мышцом? Нет. Больше всего Айвадзовский на первом месте. Волна. Я бы приобрела такую картину. Потом Дельфиню. Нет. Потом Куинзе. Репин. И Рерих. Все. Ну вот, пожалуй, все. Сходили, культурно просветились. Мамин любимый Куинзе. Моя любимая картина. Лунная ночь на Днепре. Да. Наслаждайся. Куинзе. Идем на выход. Михайловский дворец мы посетили. В следующий раз еще куда-нибудь сходим. В Кунскамеру собирались, кстати. Может, в следующем месяце зайдем посмотрим на всяких уродцев. Ну как, тебе понравилось в русском музее? Однозначно сказать не могу. Процентов 10 картин понравилось. Остальные исторические всякие там портреты. Всякие там... Не очень. Это умирающие называется? Или там что-то такое? Или такие агрессивные. Воинственные. В общем, ты пацифист. Ты за мир и за природу, правильно? Да. Вот тоже все пейзажи. Волны, лес, море. Красота. А, и зима еще. Поля, да. Васильки, ромашки. Вот это все наше. На фоне черного неба и солнечного света. Очень красиво смотрится. Русский музей. Вот такой вот он русский музей в сентябре 2023 года. Через сколько лет мы снова его посетим, поживем, посмотрим. Пока на этом все. Не прощаемся с вами. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова